всем привет друзья хочу поделиться и похвастаться своим новым приобретением оно не такое уже новое у меня есть такие нуклеусы хочу показать свой нуклеусный парк и в чем каких нуклеусов я вывожу матки я уже повторялся было видео уже не одно вывожу я матки в нуклеусах как нарутовскую рамку очень мне нравится для своей пасеки вообще идеальный вариант взаимозаменяемость и вывожу маток вот таких нуклеусах это польские нуклеусы с полистирола раньше их покупал через дистрибьютора вот они с пенополистирола но сейчас в украине производит денис лебедев похожие нуклеусы копия лысоне но более усовершенствованная и более улучшенная так сказать версия я их заказал немного всего там штук 50 это вот такой нуклеус с пенополиуретана плотность очень высока и чем он хороший чем он как бы лучше чем полистирольный польский а лучше всего лишь тем что его чуть-чуть усовершенствовали а усовершенствовали его именно как стандартной польском вот такой нуклеус он на четыре рамочки с стационарной перегородкой для кормовым отсеком принципе все тоже самое есть в нашем нуклеусе я их уже подготовил они приехали крашеные с рамочками ну чем он лучше чем польский он лучше тем что он с пенополиуретана здесь здесь есть возможность отдельная кормушка чего нет в польском и здесь есть некоторые манипуляции например при первом заселении мы сюда в эту кормушечку candy мед сироп можно налить и заселить пчел на 4 рамки то есть нам не надо много пчел для первого заселения очень хорош микронуклеус что сюда надо 200 грамм пчел как бы не так уже много и мы заселяем нуклеус я в принципе покажу на вот четыре рамочки и в дальнейшем мы можем когда у нас процессе уже идет матки сеют матки мы продаем забираем меняем когда у нас уже нет места мы можем вытянуть эту кормушечку и доставить еще две рамки то есть получается шестирамочный нуклеус чем хорошо что можно именно продержать еще несколько дней матку как бы не боясь что она как бы слетит вот это то что доделано переделано улучшено и как бы как по мне это очень хороший вариант так как со временем когда семья уже занимает нуклеус занимает уже полная четыре рамки мы можем добавить две рамочки с вощинкой и матки еще будет место где поработать и точно так же мы можем сокращать его сокращать и чем еще хорошо что мы можем этой кормушкой пододвигать например двигать на три рамочки ну и так далее все продумано все хорошо сделано все пазы все как бы на высшем уровне что мне еще как бы нравится то что можно заказать как пустой сам нуклеус без рамок так и с разными комплектациями еще хорошо тем что допустим если мы не хотим как бы не хотим платить за кормушку можно просто вставлять как в обычном польском стандартном мы сюда вставляем два стаканчика как бы и все тут кормушка стационарная но тут нет возможности расшириться то здесь мы можем просто заказать без кормушки это будет удешевление в нуклеусе есть нуклеусе есть вот как бы здесь прорези специальной и мы можем кормушку делать кормушку делать обычной двпшечкой фанеркой делать перегородочку допустим не покупать кормушку а сделать перегородку вот таким способом тоже все работает получается получается тот же польский как польском варианте только есть возможность убирать перегородку вот такой нуклеус мне они нравятся тем что надо мало пчелы засыпать но есть свои недостатки это как но это недостатки не именно этого это нуклеус это недостатки всех микриков это то что в микронуклеус если вовремя не забрать матку они часто слетают вылетает матка за ней вылетает семейка пчелы и как бы может прийти пчеловод и будет пустой нуклеус ну если у нас матка уже оплодотворилась мы просто можем снизу есть как бы задвижка поставить на разделительную решетку и маткам не выйдет принципе когда мы увидели что матка уже начала сеять мы можем прикрыть люточек и матка не вылетит ну за этим надо следить контролировать вот как бы вот такой нуклеус они мне нравится хорошо матки выводятся быстренько для промышленного производства именно маток для промышленного вывода маток это я считаю хороший очень хороший достойный вариант я их уже подготовил рамочки навощил номерки проделал даже приехала с пленкой я и пленку свою повырезал но приехала с пленкой заказывал без ли . потому что у меня были задвижки в принципе можно заказывать разная комплектация вот такие нуки вот их заказал они красные мне приехала это мои старые полистирольные это пенополиуретан они приехали в меня в три цвета белый желтый и синий ну как бы вот такие нуки очень достойные рекомендую для вывода что занимается серьезно выводом маток очень по сравнению с деревянным допустим если брать мик микронуклеус деревянный и там пенополистирольный в нашем случае пенополиуретан то полиуретан пенополистирол пенополиуретан будет более лучше чем деревянный это за микронуклеусы если же говорить допустим как я говорил ранее видео на большую стандартную рамку нарутовскую то там уже они выигрывают если сравнивать нарутовскую с пенополистирола нуклеусы все выиграют деревянные так как они теплее то есть каждый может выбрать что мне нравится у нас начинают производители чуть-чуть как бы развиваться и у нас есть уже потихонечку с чего выбрать можно выбрать хоть микронуклеус пенополиуретана уже не нужно покупать в польше намного дороже этот я считаю намного лучше чем польский вот такой я моё мнение так как я с ними проработал уже не один сезон и он лучше чем польский улучшенной так сказать версии то что есть возможность выбрать нарутовскую рамку уже нуклеусы есть скоро будут и на 145 на 300 рамку то есть уже для нас пчеловодов есть выбор вот такое видео делает из денис лебедев контакты я оставлю в описании кому интересно узнать за этот нуклеус по ценам по ценам я если честно толком и не знаю там разные варианты с рамками одна цена без рамок другая крашеный третья не крашеный четвертая то есть все надо узнавать ну в районе 200 300 гривен стоит нуклеус польский я там смотрел в районе у нас уже в украине 300 чем-то то этот чуть чуть дешевле чем польский но он я считаю намного лучше то есть хотя бы из-за того что он усовершенствованный вместо четырех рамок можно 6 поставить место есть кормушки которые допустим при первом заселении нам да нужна кормушка потому что надо канди ложить дальнейшем средине сезона по сути кормушка не нужна они заливаются медом тут хватает и кормушка это уже просто забирает лишнее место и при том что пчелы все равно развиваются матки сеют и уже это не востребованное место оно нужно только при первом заселении в дальнейшем когда уже в сезоне нам просто убираем перегородочку убираем перегородочку вот эту кормушечку убираем ее доставляем сюда рамочки и у нас получается на 6 то есть больше пчелы и все так же вот такое получилось видео кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал следите за новостями еще будет много чего интересного дальше я наверное покажу вам потом как я их заселяю как пчелу и так далее все всем пока а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok